Северное сияние на то и парк активного отдыха, что все веселье и экстрим начинается здесь прямо с порога. Это супер круто, понравилось управлять, понравилось гнать через заснеженный лес. Вообще все очень здорово. С квадроциклом можно пересесть на снегоход. Он пройдет там, где колеса увязнут в снегу, но на технике выбор активности не заканчивается. Хаски томятся в ожидании. Вот-вот каюр даст команду, и они помчатся в снежную даль со всех ног. В день собаки пробегают десятки километров, катают туристов. И эта работа им только в радость. Сейчас мы проверим, насколько они быстрые. Поехали! Поездка с ветерком. Примерно 30 километров в час так разгоняются хаски. В парке Северное сияние 20 ездовых собак. Эти пушистые батарейки заряжают энергией на раз-два. По соседству с собаками в парке живут северные олени. Каюр Алексей с 10 лет говорит с хозяевами тундры на одном языке и знает, как усмирить непокорного зверя. Прямо есть. Есть и очень послушные. Чтобы она пришла, нужно вот так вот сделать снежную. Лошади здесь не только для развлечения, но и для тренировок. Зоя недавно начала заниматься с Венерой, но они уже хорошо подружились. Она послушная, быстрая и старше всех из лошадей тут. У нас на конюшне три лошади, на которых мы проводим обучение по верховой езде, прогулки и фотосессии. Также с этого года мы начали работу в санях. То есть мы теперь еще катаем на лошади в санях и на ватрушке. У нас есть рядом уютные домики в количестве десяти штук. И гости могут сделать заказ и до десяти человек посещать наши домики, где будут обслуживать их официанты и работники нашего комплекса. Туристические программы парка подходят и для детей, и для взрослых. После всех активностей гостей ждут в кафе. В меню оленина, уха, морские гребешки, ижи.